Нарушение в сфере строительства со стороны недобросовестных подрядчиков это вопрос был рассмотрен на заседании комиссии по противодействию коррупции под председательством Акима области. В 2021 году в области планировалось ввести в эксплуатацию 80 объектов общей стоимостью 33,5 миллиарда тенге. Однако было сдано всего 73 объекта. По незавершенным 7 объектам было подано в суд о признании подрядчиков недобросовестными, о завершении объектов в принудительном порядке, а также о взыскании штрафов. В результате два подрядчика признаны недобросовестными и оштрафованы на 4 миллиона 600 тысяч тенге. По остальным объектам подрядчиков обязали завершить строительство. Аким области поручил ускорить завершение объектов в долгострое, в том числе школы в микрорайоне Батирек, двух объектов образования в Жанокурганском районе, а также больницы в поселке Сексиуль. К недобросовестным подрядчикам поручено принимать самые жесткие меры в рамках закона. Все знали, что у подрядчика в Батиреке нет никакой базы. Знали, что он не потянет. Мы говорили об этом. Фирма из Астана, у которой в штате всего 5-6 работников. Но, к сожалению, тогда было принято такое решение. Эту школу должны были ввести в строй в 2020 году. Но до сих пор никак не могут завершить объект. Население ждет. Каждый раз поднимается этот вопрос. Вы обещаете до конца года сдать. Вы уверены в этом? Если не сможете, не надо дальше тянуть. На особом контроле должны быть стройки и качество реализации дорожных проектов. Акимы районов, слушайте внимательно. Понятное дело, подрядчики нанимают частников. Те выполняют объем, как попало. В результате через 2-3 года обнаруживаются недостатки. Глава государства поручил в каждом регионе проверить качество строительно-ремонтных работ за последние 10 лет. Поэтому надо тщательно проверять и только потом принимать работы. В социальных сетях вы же видите, дороги уже нормы или вовсе с провалами. Каждый бюджетный тренинг надо использовать эффективно во благо населения. По итогам заседания комиссии глава региона поручил Акимам и руководителям управления усилить работу по предупреждению коррупционных правонарушений. Самат Бамаханов, Талгат Альменов, Турихан Кожахметов, телеканал Козларда.